Пчела Представьте себе, что вы не человек, а, например, пчела. Вы летите по лугу, ищите вкусный нектар, но вместо цветов вылетите лишь поля в фиолетовых сияющих пятен. Оказывается, пчелы видят мир в ультрафиолете, и для них цветы светятся особыми узорами, помогая найти сладкий приз. Как вы уже поняли, в эфире познавательная программа «Дети Большого Толка». Сегодня мы попробуем взглянуть на мир под другим углом. Помним, как видят его другие. Другие люди, насекомые, животные. Как видят телескопы, нейросети и компьютеры. Как видят мир суперлюди с помощью суперизобретений. Иногда зрение – это нечто совсем иное, чем глаза. Например, для некоторых слух – это зрение. Да, с помощью слуха можно видеть. Например, у летучих мышей место зрения – суперслух. Они издают писки и по эху видят в темноте, словно подводные лодки с сонаром. Кстати, именно благодаря необычным способностям в животах, учеными были сделаны многие изобретения. У змей – тепловизоры, специальные ямки на голове, которые улавливают тепло тел даже в полной темноте. А рыбы чувствуют движение воды и электрические поля, создавая вокруг себя карту без глаз. Если нажать себе на глаза, то даже в полной темноте мы увидим цветные пятна. Так видят мир телескопы. Но порой сквозь плотные туманности свет не пробивается и до них. Даже спустя миллионы световых лет. Что же помогает телескопам? Специальные X-лучи. Что это такое – мы сейчас расскажем. Представьте, что вы можете заглянуть за любую дверь, не открывая ее. Да что там дверь, можно заглянуть внутрь человека, не разрезая его. Именно это стало возможно благодаря рентген-лучам, открытым немецким физиком Вильгельмом Рентгеном в 1895 году. Правда, тогда они назывались X-лучами. Значение обнаруженных лучей для диагностики в медицине рентген понял сразу. Первый действие X-лучей испытала на себе супруга ученого – Берта. Кисовая фрау с обручальным кольцом на пальце физик просветил и запечатлел нам первым в истории рентгеновском снимке. Тогда людей шокировала фотокарточка. Они испугались костлявой руки, словно своими глазами увидели смерть. Спустя несколько десятилетий, значение лучей, которые способны проникать сквозь любые предметы, оценили во многих сферах жизни. Искусствоведы с помощью рентгена устанавливают подлинность артефактов, ювелиры отличают драгоценные камни от подделок, а таможенники задерживают нарушителей. Вильгельм Рентген сознательно отказался от патентования своего открытия, хотя это могло бы сделать его богатым человеком. Он считал, что такое важное открытие должно быть доступно всему миру для блага человечества, а не становиться предметом коммерческой выгоды. Про свои достижения Рентген был удостоен первой в истории Нобелевской премии по физике в 1901 году. Несмотря на мировую известность и признание, Рентген отличался скромностью и не стремился к славе. Он отказался лично приехать на церемонию вручения премии в Стокгольме и попросил переслать ему награду почтой. Кстати, от крупной суммы денег, которая полагается при Нобелевской премии, Рентген тоже отказался. Все средства он перечислил университету, в котором совершил открытие. Он считал, что его изобретение должно служить на благо человечества, а не приносить ему личную выгоду. Открытие имело огромное влияние на развитие медицины. Рентгеновские лучи используются для диагностики и лечения широкого спектра заболеваний, от переломов до рака. Благодаря этому миллионы людей во всем мире смогли получить спасительное лечение. Кстати, взгляд суперлучей через предметы развивает не только медицину. Благодаря открытию рентгена появилась целая область науки – рентгеновская астрономия. Рентгеновские лучи могут проходить сквозь плотные объекты, такие как пыль и газ. Что же можно наблюдать сквозь рентгеновские очки? Да много чего. Например, черные дыры. Эти космические монстры настолько сильны, что даже свет не может вырваться из них. Еще можно увидеть взрывающиеся звезды. Когда они умирают, происходят грандиозные взрывы, которые светят во всей Вселенной. Мир вокруг нас – это не просто то, что мы видим. Это калейдоскоп красок, звуков, вкусов, запахов и прикосновений, которые разные существа воспринимают по-своему. У каждого вида свой набор супеспособностей, помогающих выживать и ориентироваться в мире. Давайте представим, что наши глаза могли бы увеличивать изображение в несколько сотен раз, как микроскоп. Каким чудовищным и жутким стал бы для нас окружающий мир? Или наоборот, милым и ярким, полом необычных живых существ? Один человек мечтал увидеть микросуществ и своими руками смастерил микроскоп до его изобретения. Не все открытия делают ученые. Например, Левенгук открыл целый микромир, потому что своими руками шлифовал крошечные стекла размером с горошину и собрал микроскоп. При этом он не был биологом и не имел высшего образования. Антони Ван Левенгук продавал ткани, но был очень любознательным человеком. Как это произошло? В 17 веке люди уже умели делать телескопы и подзорные трубы, чтобы рассматривать удаленные предметы. А лупы и очки использовали, чтобы читать и разглядывать мелкие предметы. Но Левенгук верил, что существует более крошечный мир и мечтал увидеть его обитателей. Представьте, что тогда люди не знали о существовании того, что знает каждый владелец мыла, о микробах и бактериях. Они верили, что болезни появляются из ничего. Левенгук так сильно мечтал увидеть микромир, что создал стекла, которые увеличивают изображение в 200 раз. Как же он это сделал? Ведь специальных станков тогда не было. Представьте, он сделал это вручную. Левенгук улучшил методы полировки и шлифовки. Да так, что когда стал делиться увиденным с королевским научным сообществом, то ученые ему не верили. Ведь у них таких мощных микроскопов не было. Что же? Увидел Левенгук. Он старался изучить все, что попадает ему под руку. Например, он захотел узнать, почему перец острый, и залил его водой. Через время он посмотрел на помутневшую воду через микроскоп и увидел множество существ, которых он назвал анимулькулями или зверушками. Но прижилось другое название. Инфузории, которое происходит от слова инфузиум, то есть настойка. А сейчас инфузориями называют все простейшие микроорганизмы. Например, известную инфузорию-туфельку. Левенгук находил микроорганизмы повсюду, но так и не понял, какую большую роль они играют в природе и возникновении болезней. Впервые увидев бактерии на поверхности зубов, Левенгук подскочил от радости, несмотря на то, что изображение было жутким. Изобретатель не знал, что из-за этих микросуществ у людей бывает кариес. Так получилось, что несмотря на то, что изобретатель мало что понимал в биологии, его вклад в эту науку оказался неоценим. Его микроскопы открыли новый мир для изучения микроорганизмов. Заложив основы для развития микробиологии, он тщательно подбирал материалы для своих микроскопов, используя медь, серебро и золото. Много экспериментировал, но не оставил своих записей о методах создания такого микроскопа. Так что теперь вы думаете о своем обычном зрении? Мы видим мир нормально? Правильно? Ведь яблоко, которое кажется нам зеленым, может быть совсем другим для пчелы или змеи. Кто же прав? На самом деле, мир это не просто картинка, которую мы видим. Это множество разных сигналов. И мир очень сильно меняется в зависимости от того, как на него посмотреть. На сегодня это все. Но наша программа уже работает над новым выпуском. В нем вы узнаете интересные факты о космосе, нашей планете. Много занимательного из биологии, географии и астрономии. Любите науку и изучайте новое. Мы желаем вам только хорошей погоды и хороших новостей. Пока-пока. Увидимся через неделю. Продолжение следует...